Привет, друзья! Что такое атомная электростанция? Казалось бы, знает каждый, но, как показывает практика, многие даже не догадываются, насколько экологичный подобный способ получения электроэнергии одновременно с тем, каким он губительным может быть. Сегодня мы постараемся рассказать вам об этом подробнее. Как АЭС борются с глобальным потеплением? Почему в Германии активно закрываются АЭС? И какая главная опасность подобных сооружений? Что такое АЭС? Атомные электростанции используются для выработки электрического тока, который необходим для нашего существования. Электричество применяется не только в бытовых, но и в промышленных областях. Соответственно, атомная электростанция также вырабатывает энергию. В связи с тем, что для выработки любой энергии нужно топливо, по сравнению с другими электрическими станциями, атомная самоэкономичная. В качестве топлива атомная станция использует уран. Уран по своей природе не радиоактивен, но, как и на любом предприятии, на АЭС необходимо соблюдать технику безопасности. Только в данном случае она имеет повышенные требования, так как в случае аварии получается огромный гибельный эффект, поглощающий большое пространство. Опасность представляют продукты распада урана – ради и радон. Это радиоактивные продукты, которые при извлечении из урана остаются на месте аварии на десятилетия. Поэтому АЭС безопасны только при условии соблюдения всех требований и правил. Преимущества АЭС Атомные электростанции считаются самыми зелеными. Развитие АЭС по всей планете считается большим шагом в борьбе с глобальным потеплением. По подсчетам ученых, ежегодно в Европе атомные станции позволяют предотвратить выброс 700 миллионов тонн углекислого газа. Непосредственно российские АЭС в различных странах предотвращают выброс около 210 тонн углекислого газа. Таким образом, атомные электростанции постоянно работают не только над созданием электричества, но и над улучшением окружающей среды. Кроме того, к преимуществам АЭС можно отнести и другие факторы. АЭС не выбрасывает в атмосферу парниковые газы. АЭС способны работать в режиме 24 на 7, создают рабочие места для сотен людей, позволяют обеспечить электроэнергией множество домов и приносят много налогов региону, где расположены. Из чего состоит АЭС? Атомная станция представляет собой комплекс зданий, в которых размещено технологическое оборудование. Основным является главный корпус, где находится реакторный зал. В нем размещается сам реактор, бассейн выдержки ядерного топлива, перегрузочная машина для осуществления перегрузок топлива. За всем этим наблюдают операторы с блочного щита управления. Основным элементом реактора является активная зона. Она размещена в бетонной шахте. Обязательными компонентами любого реактора являются системы управления и защиты, позволяющие осуществлять выбранный режим протекания управляемой цепной реакцией деления, а также система аварийной защиты для быстрого прекращения реакции при возникновении аварийной ситуации. Все это смонтировано в главном корпусе. Есть также второе здание, где размещается турбинный зал. Парогенераторы – сама турбина. Далее по технологической цепочке следуют конденсаторы и высоковольтные линии электропередач, уходящие за пределы площадки станции. На территории находится корпус для перегрузки и хранения в специальных бассейнах отработавшего ядерного топлива. Кроме того, станции комплектуются элементами оборотной системы охлаждения – градернями, бетонная башня, сужающаяся кверху, прудом-охладителем, естественный водоем либо искусственно созданный и брызгальными бассейнами. Естественно, в зависимости от региона, страны и дизайна, АЭС могут отличаться, но именно из таких объектов в основном они состоят. Принцип работы Принцип работы атомной электростанции очень прост и состоит из трех основных шагов. Ядерная энергия переходит в тепловую, тепловая энергия переходит в механическую, механическая энергия преобразуется в электрическую. Основой станции является реактор – конструктивно выделенный объем, куда загружается ядерное топливо и где протекает управляемая цепная реакция. Уран делится медленными тепловыми нейтронами. В результате выделяется огромное количество тепла. Тепло отводится из активной зоны реактора теплоносителем – жидким или газообразным веществом, проходящим через ее объем. Эта тепловая энергия используется для получения водяного пара в парогенераторе. Механическая энергия пара направляется к турбогенератору, где она превращается в электрическую и дальше по проводам поступает к потребителям. Что может пойти не так? Кроме того, что на атомной электростанции может случиться взрыв, а в атмосферу при этом попадет большое количество радиоактивных веществ, существует проблема большего масштаба. Именно из-за нее в Германии в недавнем времени закрыли 10 из 17 АЭС. Проблема в отработанных стержнях и ядерных отходах. Они не опасны сами по себе, но если на отходы попадет огонь и начнется возгорание, последствия будут ужаснейшими. Если в случае со взрывом энергоблоков будут заражены территории в радиусе 100 километров, то при возгорании отходов пострадают территории в радиусе как минимум 450 километров. На данный момент количество отходов более 2,5 миллионов кубометров, в том числе 60 тысяч тонн высоко радиоактивного отработанного топлива. Но нигде в мире еще нет хранилища, в котором все эти отходы могли быть надежно навсегда захоронены. Первой страной, приступающей к сооружению такого могильника, станет Финляндия. Нашли подходящие места в своих геологических недрах Швеция и Франция, но разрешения на начало работ в этих двух странах еще не получены. Хотя это действительно огромная проблема, большинство людей об этом даже не догадываются. При взрыве на Чернобыльской атомной электростанции самый большой риск представляли не расплавившиеся активные зоны реакторов в первом, втором и третьем блоке, а четвертый блок, ядерный реактор которого был вообще отключен. В здании блока на мокром хранении находились 135 тонн отработанного топлива. От землетрясения и взрыва водорода здание пострадало. Если бы вода ушла, то последствия самовозгорания этого топлива были бы куда более катастрофичными. Безопасно АЭС или нет? Окончательного ответа на этот вопрос ученые не дают, но все же склоняются больше к первому. Многие исследования показывают, что атомная энергетика намного безопаснее, чем угольная или нефтяная, даже с учетом случившихся аварий. Такие выводы можно сделать, если изучить статистику смертности в каждой из отраслей. При чрезвычайных происшествиях, несчастных случаях на производстве, на горнодобывающих предприятиях и электростанциях, а также в результате загрязнения воздуха. Угольная отрасль наиболее смертоносная. Выработка 1 тераватта в час, 1 миллиард киловатт, уносит 100 человеческих жизней. В Китае даже 160. Нефть и биотопливо менее опасны, а бесспорными чемпионами по безопасности являются мирный атом с нулем целым, четырьмя сотыми смертями. Безусловно, это спорный вопрос, но лишь до того момента, пока не придумают, как справляться с отходами. Надеемся, это видео было для вас полезным. Пишите свое мнение в комментариях, а мы прощаемся с вами до следующего раза.